Парархиз начинаем из кабинки фуникулера. Мы сейчас спускаемся с высоты 2200 метров, а наша гостиница находится чуть ниже, на высоте 1600. Собственно говоря, мы сюда приехали, ставили машину, заселились, и дальше уже машины не идут. Дальше либо маршруты хайкинга, то есть пешие, либо экскурсии, вы берете какой-нибудь уазик и можете ехать тут по точкам. То есть основное место, где мы находимся, это Архиз, высота 1600 метров. Дальше в этом видео я вам расскажу немножко о том, как мы сюда добирались, если вы никогда не были, только слышали об Архизе. Я вам расскажу, чем здесь можно заниматься. Я вам расскажу об основных моментах в плане проживания, что вообще здесь есть, инфраструктура вся. И мое общее мнение об Архизе, если сравнивать весь этот курорт с ближайшим, это Сочи или Республика Адыгея. А пока делюсь с вами видами Архиз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Архиз – это не только название села в Карачаевой Черкесии. В этих краях можно найти гораздо больше, чем вы можете себе вообразить. Здесь вы найдете горные озера и невероятные водопады, древние городища и храмы, бескрайние равнины и швейцарские шале. Это первая часть серии выпусков об Архизе и его достопримечательностей, которые нельзя не увидеть. Главная точка на карте, куда все приезжают – это курорт Архиз. Здесь же находится и панорамная смотровая площадка. Расположена она на южном склоне, на высоте 2240 метров. Попасть туда можно на канатной дороге Млечный Путь, а добравшись на вершину, полюбоваться огромной деревянной надписью «Архиз». Погулять по экотропе в старом сосновом лесу и выпить горный чай с видом на главный Кавказский хребет. Если вы приехали в Архиз, не сфотографировались возле надписи и не выставили фотографию в Инстаграм, то считайте, что вы взяли грех на душу. Очевидно, что это самая фотографируемая локация в Архизе. Раз уж это наша первая часть об Архизе, и, кстати, не забудьте подписаться, чтобы увидеть следующее, то давайте подумаем, с чем еще ассоциируется у нас это название. Конечно, вам в голову приходит одноименная вода. Я уверен, что в ближайших магазинах или супермаркетах вы видели бутылочки с надписью «Архиз». Так вот, добывают эту воду в одном из источников в горах на высоте 1505 метров. А местные уверены, что эта вода является источником молодости, что подтверждают кавказские долгожители. Архиз посещают не только любители лыж или хайкинга. Сюда приезжают и те, кто увлечен наукой. Здесь рядом, на высоте 2000 метров, в 17 километрах от нижнего Архиза, находится астрофизическая обсерватория, которую можно посетить и с экскурсией, записавшись на нее заранее. Мы были рядом с ней дважды, но, к сожалению, не попали. Причина следующая. Посетить обсерваторию можно до 3 часов дня. Вам нужно приехать на пропускной пункт и оставить свои регистрационные данные. Наш график, к сожалению или к счастью, был построен так, что в обсерваторию мы не попали. Зато мы попали в храм. Настоящий. Древний. Северный. Государство Алан в предгорьях Северного Кавказа в Средневековье получил название Алании. И Северный храм представляет собой один из трех сохранившихся крестово-купальных храмов 10-11 веков, который находится на Нижнеархизском городище. Точная дата постройки храма неизвестна, но предположительно он был сооружен в конце 10-го, начале 11-го века. Другое название храма – храм великомученика Георгия Победоносца. До сих пор внешний вид храма ничем не отличается от того, что было здесь 10 веков назад. Здание полностью ни разу не переделывали. Храм сложен из песчаника и имеет форму креста. Предполагается, что сами жители Магаса, столицы Алании, после принятия веры в 1916 году начали закладывать новый храм. Вы удивитесь, но в Архиз приезжают и паломники. Недалеко от городища с храмами находится лик Христа. Он был обнаружен в конце 90-х. До сих пор между верующими и учеными ведутся споры, является ли наскальная икона нерукотворной или же ее создал человек. По одной из версий, изображение мог создать художник-реставратор и археолог Дмитрий Струков, путешествующий по Кавказу в конце 19 века. В окрестностях Архиза им был обнаружен памятник осетинской письменности, а также Струков делал зарисовки фресок со стен тех самых зеленчугских храмов. Лик Христа изображен настолько мастерски, что даже естественные трещины в скале гармонично вписались в рисунок. Струков также создавал копию гребневской иконы Божьей Матери для одного из монастырей, и икону считают чудотворной. Так у краеведов появилась мысль о том, что Дмитрий мог бы быть и автором лика на скале, хотя в его альбоме с зарисовками никакого намека на данную работу нет. Другие же ученые, более детально изучившие рисунок, обнаружили, что изображению как минимум 6-7 веков. Есть и такая версия от сотрудников местного краеведческого музея. Лик Иисуса был создан в 14 веке, чтобы защитить население от эпидемии чумы. Но с такими выводами согласны не все. Также по результатам исследований было установлено, что лик Христа был написан с помощью яичной темперы, особенно популярного способа в средние века и эпоху Возрождения. А изображения, написанные темперой, отличаются удивительной прозрачностью. Так можно и объяснить способность данной краски исчезать при ярком освещении и появляться более четко в пасмурную погоду или сумерки. Друзья, спасибо, что посмотрели этот выпуск. И в следующей части мы с вами отправимся смотреть Софиевские водопады и горные озера. Увидим бескрайние долины и узнаем, какие здесь есть маршруты для хайкинга. Одна из местных топовых достопримечательностей – это Софийские водопады и Софийские озера. И из Архиза организуют экскурсии как раз вот к озерам и водопадам. Сразу же про экскурсии, про ценник. Можно взять машину, семью машины начинаются. Минимальная цена, которую я нашел, была 5 тысяч за машину. Если вы один человек и хотите присоединиться к какой-то группе, допустим, то на человека, как правило, где-то ценник от 2,5 тысяч. И везут они на УАЗиках. На УАЗах. Либо можно квадрик взять. Я говорю, а как вообще туда ехать? Могу я сам туда доехать? Они говорят, ну типа там дорога непроходимая. То есть только на УАЗах. Я говорю, ну у меня как бы внедорожник. Они говорят, ну если тебе не жалко свой внедорожник, то как бы фигачить. Вот видите, как они едут. В багажнике. Люди здесь пешком с рюкзаками идут. Я говорю, ну я попробую. Значит, по расстоянию. Мне показалось от нашей гостиницы ехать до точки финальной на автомобиле 16 километров. А потом еще оттуда идти пешком. Лесная дорога, никакого асфальта. Я сейчас еду с скоростью 10 километров в час, потому что передо мной еще машина. То есть машин достаточно много идет. Вот это в сторону Софийских водопадов, получается, мы едем. И мне сейчас показывает 8 километров 600 метров до финальной точки. Вот я еду вот так вот по дорожке по Гравийной. Конечно, если в дождь, ребята, попадете, тут будет, я уверен, что все размыто. Будет очень неудобно. В общем, правы были те люди, которые сказали мне, что я не проеду. Ну или тяжко мне будет проехать. Короче, мне осталось где-то 6,5 километров. Это до финальной точки дороги, как он мне сказал. Потом еще типа идти. Ну, плюс-минус. Отсюда где-то полтора-два часа пешком. Я решил ставить машину, ну его нафиг рисковать. И шуровать. На камере не виден наклон, но, поверьте мне, тут нехило. Вот видите, допустим, камни как торчат. Какой бы здесь можно по одной стороне объехать? Но есть участки, где прям сильно выпирают камни. Ну вот, и почва прям влажная, колеса скользят. Здесь еще ребята умудряются гонять на местных этих ладах, приорах. Буксуют, дым стоит. Буксуют, дым стоит. Прошел, но уже переоделся, ребята. Мне уже так жарко. Утром я встал, когда в 7 утра, в 7.30 где-то. Было на улице около 10 градусов. Прохладно, да? Сейчас 12 часов. Меня показывает термометр 20. Но мы же в горах. Высота 1685 метров. Вот мои гармены, любимые, показывают мне. Здесь солнце, эти 20 градусов чувствуется, конечно, совсем по-другому. Особенно, когда прешь так с рюкзаком. Видите, у меня там дрон, камера в руке. Такая физическая нагрузка, конечно. Так, какие плюсы и минусы? То, что мне пришлось бросить машину. Давай здесь плюсов. Естественно, хайкинг, нагрузочка, тренировка. Вот я сегодня только спрашивал, где спортзал. Мне никто не ответил. А вот он, оказывается, спортзал. Выходишь, вот тебе весь спортзал большой под открытым небом. Солнечные ванны. Отлично, да. Особенно, когда мы бледные приезжаем откуда-то с севера, да. Следующий плюс. Когда едешь на машине, на внедорожнике, вот даже ехать там, ну, час, допустим. Скачешь, я не представляю, как снимать. То есть ты скачешь так, что можно выпрыгнуть из машины и сразу же улететь куда-нибудь на дерево. А так можно идти спокойненько себе, снимать кадры. Потрясающе, просто природа. У меня даже вчера ребенок шестилетний вышел, на камень забрался и говорит, боже, какая красота. Дети, дети не соврут. Точно, я-то могу, понимаете, рекламу тут делать, архизу. Вот, а тут ее делать не надо. Про плюсы я сказал, давай здесь к минусам. Минус первый. Машину я бросил просто на дороге. Ну, точнее, как бы не совсем на дороге, чтобы не мешаться. Будем надеяться, что я приду, вернусь обратно. И она там будет еще стоять с целыми колесами. Минус второй. У меня еды никакой. Я же подготовленный турист, понимаете? У меня самая важная камера, у меня весь рюкзак в камерах, две бутылки воды. Воды ноль. То есть сегодня у меня разгрузочный день. Я уже понял. Надо дойти. Ну, если что, будем кушать какую-нибудь, я не знаю, травку, ягоду искать, собирать. Ну, я рассчитываю, что я приду туда к водопадам, и меня там будут ждать местные с шашлыком, конечно. Еще один минус, то, что я не за рулем, и поэтому пока я иду, мне скучно. Мне трындеть не с кем, поэтому я буду трындеть с вами. И вы будете слушать все мои мысли вслух. Если вам не нравится слушать мои мысли, все мои рассказы, то сразу перематывайте дальше туда, где красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Я, кстати, видел ребят, которые бегали. Здесь прям группа, видно, что подготовленные. И разговаривал я со своими друзьями. Здесь в Архизе также проводят сборы, различные секции. У меня ребята по Тэквондо приезжали сюда. Ниже оставались две недели, у них были сборы. Вот, как я понял, то есть я видел ребята, которые бегают. То есть 100% какие-то легкоатлеты. Здесь видел ребят, которые на великах приезжали сюда, на горных, тоже группами. Если вы занимаетесь спортом активно, любите бегать, допустим, здесь нереально круто, нереально крутые маршруты. Даже просто вот такой сделать трейлран по горным тропам очень круто. И я бы с удовольствием сделал бы, если бы мне не надо было тащить вот эти все рюкзаки с собой, если бы я не снимал. Я с удовольствием, потому что я занимаюсь любительским триатлоном, бегаю, катаюсь на велике, плаваю. Любительски, непрофессионально. А сейчас мне надо преодолеть речку. Так, вот такие бревна валяются, посмотрим, что дальше. Тут во все стороны такие небольшие русла уходят. Да, пока это единственное бревно, которое мне пришлось перейти. Спокойно пока иду. Я сейчас прошел чуть больше четырех километров. И я ни капли не жалею, что прошел пешком, потому что я останавливаюсь, могу поснимать, пофоткать, насладиться. А вот ребята, которые едут на УАЗах, да, они едут быстрее, да, как бы это прикольно, круто, но вы достаете камеру свою и вот так вот все скачет. Вы же понимаете, УАЗики тоже не будут ради вас все время останавливаться, чтобы вы там делали фотки. У них же тоже время свое, да? У вас будет ограниченное время на этих УАЗиках. Ну, либо берите тачку, ну, в смысле машину с собой, да, сами арендуйте водителя и вперед. То есть, в принципе, сейчас маршрут несложный. То есть, там не надо по скалам карабкаться. Маленький лайфхак. Когда будете в горах здесь, в Архизе или в Донбае, когда будете ходить по полям, по долинам, обязательно смотрите под ноги. Потому что в округе пасутся коровы, есть вот такие вот небольшие домики, лошадки. Вот, ну, сами понимаете, это как в том анекдоте, да, когда мужик бежит по лесу, споткнулся об корягу, пролетел 10 метров и лицом в коровью лепешку. Бух! Встает, потряхивается и говорит, хук, слава богу, что не наступил. Вот здесь та же самая история. Вот в таких домиках, небольших, здесь, где у них пастбище, у них можно купить молоко, айран, есть какие-то там продукты. Вот где настоящие эко-продукты без какого-либо ГМО. КОНЕЦ Еще небольшую речушку мне пришлось преодолеть. Да, ребята, если вы голодные, если у вас с вами что-то случилось, хотя здесь вряд ли что-то может случиться за 2 часа, ну, все-таки. Не надейтесь, что вас кто-то будет здесь довозить в редких случаях, потому что в основном сюда катают, конечно, не за бесплатно. А если кто и на внедорожниках, ну, скажем, на своих, да, едет сюда, то их очень мало. Как правило, они полные. То есть тут ребята едут сразу же с семьей, с друзьями. Как узнать, что вы дошли? А я думаю, что тут не надо объяснять, как это узнать, когда вы доходите, тут кафе, сувениры. Короче, есть все, и я спасен. Я буду накормлен в итоге. Интересно, принимают ли они карты. Субтитры создавал DimaTorzok Накормили меня в Кафе у Белочки. Отличный лагман, шикарный кофе растворимый. Тархунчик газированный. Все как надо. 400 рублей. Карты не принимают. С пятерки сдачу дали. 1984 метра. У меня часы показали высота. То есть, получается, я поднялся, ну, почти на 400 метров я поднялся. По километражу 7,240, но я еще продолжаю идти. То есть, это 7,240, это до Белочки, до базы. Вот, я еще продолжаю идти туда дальше. Я иду дальше вот от Белочки, и заблудиться, ребята, не получится, потому что везде стоят синенькие метки. Ну, и, в принципе, водопады, вот, они у вас. Хотя, люди встречные мне говорят, что идти далеко. Одними из самых красивых водопадов не только Архиза, но и всего Кавказа являются водопады горы Софии. Гор София уже сама является достопримечательностью, так как является второй по высоте горой после Пшиша. Ее высота 3637 метров. С названием этой горы связаны, собственно говоря, главные достопримечательности Архиза. Это водопады Софийские и Софийские озера. И маленький спойлер. Несмотря на то, что озера называются Софийскими, находятся они не рядом с водопадом. От них еще придется много идти. Если брать все расстояние от моего отеля в курорте Архиз до Софийского водопада, то она составляет около 18 километров. Сама же тропа к водопаду начинается с Софийской долины. Ее также называют ледниковой фермой. Водопад набирает свою силу летом, когда ледник тает, и тогда высота водопада составляет около 90 метров. Ребята, водопады мы с вами посмотрели. А сейчас отсюда же из долины, из кафе Белочки, я двигаю в сторону озер. Не знаю, дойду ли я до туда. Короче, я решил пробовать, рисковать. Потому что мне сказали, что идти в три раза дольше, чем до водопада. До водопада я шел, получается, плюс-минус еще минут 40-час, в зависимости от скорости человека, что у него там сзади. И я снимал, то есть я с дрона снимал. Поэтому я быстро торопился, чтобы как бы постараться успеть, да, скажем так. Но опять же, я не знаю, успею я или нет. Здесь вот эта долина популярна для кемперов. Люди приезжают сюда, ставят палатки и дальше исследуют здесь все, что хочешь. Почему я думаю, что я могу не успеть? Потому что сейчас у меня уже 4.30, что подниматься еще метров 500. И мне же еще возвращаться. Мне еще возвращаться сюда, до Кампа, а потом отсюда от Кампа 7,5 километров до машины. То есть реально как бы еще прилично. Цвета, конечно, нереальная. Уже раз 5, наверное, сегодня повторил. Короче, да, тут такой подъем серьезный в гору. Буду, короче, бежать максимально туда. Ну как бежать? Торопиться, потому что если я останавливаюсь и снимаю, я теряю время, я могу до туда не дойти. О, дошел до станции 4. Станция 4, смотрите. Субальпийские луга. В субальпийском поясе на высоте 1700-2400 метров растительность весьма разнообразна. Преобладают высокотравья, кустарники, редколесье и криволесье. У меня показывает, значит, высоту, видно вам, 2081 метр. Борщеви... Короче, вам интересно вот это, что тут преобладает? Вот тут, в принципе, видно в округе, что преобладает. Я набегал здесь уже с десяточек километров по горам туда-сюда. И я могу вам сказать следующее. Недавно, когда мы покоряли Fossil Rock, это скала ископаемых в Арабских Эмиратах. Там скала небольшая, поднимаешься где-то на 500 метров. Но там ты поднимаешься на бархан. Посмотрите мой выпуск «Хайкинг в Дубае», да? Когда поднимаешься по песку, и там наклон больше 50 градусов. И очень чувствительно, очень тяжело подниматься, потому что ноги постоянно проваливаются в песок. Здесь пока вот я как бы... вообще прям кайф. Прям кайф. Конечно, ножки подзагрузились чуть-чуть, но с удовольствием. Еще хочу сказать, что когда я кушал в Белочке, зашел мужчина. И он сказал, что поднимаясь на водопады, там камни идут. И у него жена или выдвихнула ногу, или сломала. Ну, в общем, идти не может. Теряет сознание. И он сам спустился, и вызвали спасателей, чтобы оттуда ее эвакуировать. Поэтому имейте в виду, что насколько бы простой, легкой не казались тропы горные, всегда нужно иметь контакты каких-то эвакуаторов, спасателей, знать вот это дело. И телефоны, кстати, у меня телефон не ловит, когда я хожу. То есть если что-то случится, дозвониться никому я не смогу. У меня начался прямо сейчас какой-то нереальный подъем. Я на высоте 2,242, жестко. Короче, отключаюсь. Погнал, я поднимусь туда, наверх. И отрапортирую вам, как у меня дела. К озерам идут две тропы. Первая тропа, которую я выбрал, она является самой популярной и ведет мимо водопадов Ак-Айры, к перевалу Иркис. Тропа эта известная, видная, но при этом достаточно тяжелая. И набрать придется более одного километра высоты. Самый лучший вид на озера откроется, если вы подниметесь на гору Мингикельбаши. В переводе с тюркского гора тысячи озер. Мои мягкие тропки постепенно сменились на камни. В конце путь уже весь из камней нужно взбираться. Сердце колотится, пульс уже за 160. Поэтому приходится притормаживать, идти достаточно медленно, не гнать никуда. Да, не просто, ребята, я вам скажу. Высота у меня показывает сейчас 2,559. Софийские озера лежат на высоте 2830 метров между тремя горами. К озерам идут две тропы. Когда вы будете подниматься к озерам вдоль вашей тропы, вы будете видеть небольшие ручьи и речки. Вода здесь очень чистая и вы можете смело пить. В самих озерах можно купаться. Но будьте готовы хорошенько освежиться, потому что вода здесь ледяная. Многие поднимаются к озерам и остаются там с палатками. Но будьте готовы, что температура ночью может падать до 0 градусов. Поэтому нужно иметь с собой теплую одежду. Сейчас, собственно говоря, про курорт Архиза. И я в первой части еще пообещал, что скажу, как мы сюда добирались. На самом деле, я думаю, что вы уже об этом знаете. Если же не знаете, то варианта два. Мы воспользовались первым вариантом. Мы просто взяли свою машину и приехали из Москвы на автомобиле. Напомню, что я из Краснодара сам. И мы ехали из Москвы в Краснодар. Потом из Краснодара в Майкоп. И из Майкопа до Архиза три с половиной часа. Второй вариант. Если вы не хотите ехать на автомобиле. А на автомобиле вам ехать все равно придется. Покупайте билет до Минвод. Минвод это международный аэропорт. Из Минвод, кстати, можно улететь и в Турцию. Вы летите в Минводы из того города, где вы живете или находитесь. Из Москвы сейчас билеты стоят плюс-минус 5-7 с половиной тысяч рублей в одну сторону. В зависимости от даты, на которую вы берете, в зависимости от багажа. И дальше из Минвод вы уже едете до Архиза. Дорога у вас занимает около трех часов. Стоимость трансфера на легковушке из Минвод до Архиза около пяти тысяч рублей. У нас сьют. Получается, как две комнаты, которые разделяются дверью. Вот эта вот широкая дверь, кстати, очень грамотно. Она перекрывает большая кровать. Вот это кресло здесь было. Широкое кресло, кстати. А вот эту детскую кроватку мы брали дополнительно. Вот этот номер рассчитан на четверых человек. И что еще хорошо, то что здесь два санузла, один туалет без душа есть. И второй, еще один туалет, еще один душ. Еще один от всего. Один душ. И такая небольшая гардеробная. Есть выход на балконы. Балкон немаленький. Вид на горы. Очень классно с утра. И вот этот балкон тоже наш. Здесь вот эта территория вся. Она охраняемая. Под шлагбаум предварительно мне написали в WhatsApp. Спросили номер машины. И машина вот здесь охраняемая парковка. То есть здесь все подряд не заезжают, не приезжают. Здесь рядышком строят, я так понимаю, еще один корпус. Вот от этой нашей гостиницы ценник. Я когда бронировал, бронировал я через Яндекс. Ссылочку я поставлю. На мой взгляд, один из самых удобных поисковиков по гостинице. У нас четыре человека. Два взрослых, два ребенка. Вот этот номер шесть с половиной тысяч плюс шестьсот пятьдесят за детскую кроватку. В это дело входит завтраки. Плюс бонус к этому всему. Внизу, ребята, здесь есть спа небольшой. Финская сауна, паровая. Хамам. И здесь есть бассейн с холодной водой. Небольшой бассейн. Они его называют купель. Но, на мой взгляд, в купеле вода должна быть холоднее. Намного прям ледяная. Здесь есть, понятное дело, ресторан. А здесь, кстати, есть вот спа, там массажи, какие-то инфракрасные штучки. Но я туда не ходил, честно говоря. Но все, как бы, это дело есть. Но массаж, детская, игровая детская комната. Здесь есть няня, но они говорят, что сейчас не сезон. Не знаю, лето, как бы, у них не сезон. И они говорят, что нет массажиста в данный момент и нет няни. Но, если вы хотите, к примеру, взрослыми погулять, здесь у них есть внизу типа сторонние организации, которые предоставляют дневные детские лагеря. Сдаешь ребенка, платишь там, грубо говоря, 2,5-3,5 тысячи. Там с детьми занимаются, катаются, керамика, все дела. Кстати, насчет лагерей. Если вам интересны детские лагеря, изучение языков за границей. Если вам интересна учеба за границей, если вам интересны школы за границей, вузы за границей, то заходите на мой второй YouTube-канал Smaps Education, потому что моей основной деятельностью являются съемки учебных заведений за рубежом. Вот там вы можете посмотреть учебные заведения по всему миру. И также сайт 3wsmaps.ru. Это самый крупный портал по зарубежным детским лагерям, языковым центрам, школам, вузам. Вообще в СНГ вы можете выбрать там себе учебное заведение, лагерь. Вы можете задать вопросы к консультантам в онлайн-чате. Заходите. А я продолжаю рассказывать про Архиз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это вся территория комплекса Архиз. И мой отель находится вот там. То есть видно его? Я прошел, получается, метров 400. И я рассматривал тот отель, вертикаль, да, в котором я остановился. Я рассматривал похожий вариант, называется Романтик 2. Вон он. Между ними где-то, получается, 500 метров. Приблизительно был похожий ценовой диапазон. Но вот в Романтике, когда я бронировал, я смотрел его, там был номер меньше. Значительно меньше, чуть ли не в два раза. И поэтому я остаюсь в вертикали. Дальше там идут еще отели. И очень классный есть отель напротив. Мне прям напоминает швейцарское шале. Очень классно. Вот это территория. Тут вот есть детские площадки. И вот здесь работает канатка. Малечный путь она называется. Всего здесь три канатки. Одна, потом там вторая, не помню, как она называется. И третья. В сезон, когда здесь снег, когда катаются, здесь, как мне говорят, работает все. Сейчас не сезон. Лето. Многое закрыто. Многие рестораны закрыты. И вот даже магазинчики некоторые тоже закрыты. Ну ничего. Нам это не мешает. И в этой швейцарской деревне еще пока много где идет стройка. Ну вообще здесь по территории много где идет стройка. Но я уверен, что к сезону сейчас лето. К сезону они закончат. И здесь все это будет работать. Вчера еще нам местные сказали, что здесь Архиз хотят соединить с Черным морем. То есть с Розой Хутор туда, Адлер, Сочи. Знаете в чем прикол? Что сейчас, если ехать из Архиза, то надо делать петлю через Майкоп и ехать 9,5 часов до Сочи. А здесь, если соединять от Архиза до Розы Хутор, то здесь что-то между 60 и 100 километрами. Вот где-то такое расстояние. И представляете, то есть если из Архиза можно будет просто там за час доезжать до Черного моря. Это же бомба. И оттуда сюда. И отсюда туда. Есть одна проблема, вот то, что я вычитал, что там у них идет заповедник. И не все, естественно, хотят, чтобы дорога проходила через заповедник. Но вроде как пишут, говорят, что максимально все это будут делать без ущерба для природы. А в этой точке сейчас вам покажу прям чистая Швейцария. И вот этот отель, отель для богатых, Архиз Рояль. Я смотрел номера здесь, и все было на месяц вперед распродано. Я, соответственно, ничего не смог даже выяснить, сколько здесь стоит. В центре вот этого комплекса сервисный центр Архиз. Это что такое? Мини-торговый центр. Там есть скафушки, столовая. Есть, собственно говоря, сервис, где можно узнать по всем там туристическим, поездкам, экскурсиям. Аптека, там кофейня есть. Ну, такой как бы мини-мини торговый центр. Друзья, но в завершении нашего путешествия по Архизу, это такая вишенка на торте. Мы с вами отправляемся к Нижнеархизскому городищу, где на горе Шуана расположен Шаанинский храм. Мы сейчас из Архиза спускаемся чуть ниже, ехать где-то 15-20 минут. Значит, мы сейчас едем по дороге, потом сворачиваем. И там я это место называю база всех квадриков, вот этих вот уазиков, внедорожников. У меня ребенок Яну называет монстр трак. И мы сейчас хотим немножко покататься с детьми, потому что там, куда я ходил вчера, в горы, там, конечно, такой хардкор, там с маленькими детьми не пройдешь. Ну, точнее, пройдешь, конечно, но это очень сложно. А здесь мне обещали вчера отвезти нас на место, белый водопад, который самое доступное, куда можно с детьми. И тут везде висят объявления прямо на деревьях. Вот пинтбол висит, рафтинг, пани, экскурсии. В общем, сюда экскурсии, снегоходы, квадроциклы. Все вот так вот. Деревья все облеплены, как на заборах обклеивают у нас. Вот здесь вот так же с деревьями. Поэтому можно даже не искать в интернете, просто приезжать сюда и на деревьях сориентироваться. Вообще, по сути, если с кем-то из местных договориться или познакомиться, мне кажется, что с ними можно договориться о чем угодно. Они всегда рады здесь помочь. И, кстати, ребята, они такие очень приветливые. Вчера мы, когда катались, они прямо говорят, вы у нас гости, все такое, вам все можно. Ну, понятно, в разумных пределах. Но, в общем, приветливые. Вот здесь уже другой уровень кофушек. Здесь уже, посмотрите. Мама, ай боже! Ребята, подъезжаем на базу. Базу монстр трака. Стали мы кататься на квадроциклах. Да, и такое бывает. Объясню, почему. Значит, вчера, когда я возвращался, я остановился и пообщался с одним парнем. И он мне предложил маршрут, самый короткий, потому что я с двумя детьми, и одному из них три года капризный товарищ. Он мне предложил цену трешку. Сегодня уже я приезжаю сюда, и его нету, другой стоит. И другой мне говорит, пятерка. Я говорю, а вчера была трешка. Он говорит, не, 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 не может такого быть. Типа, говорит, у нас мы цену держим одинаковую. Я говорю, ну ладно, похожу, поспрашиваю. Пошел я дальше. Говорю, давай мне удать с большими колесами. Он мне говорит, восемь. Я такой говорю, опа, там, говорю, пять. Он говорит, нет, пять не может быть такого. Я говорю, да вот же только, говорю, за пять. Он говорит, не, восемь. Одного, второго, короче, третьего, все восьмерку, говорят, до белых водопадов. Ехать час туда, час обратно. Я возвращаюсь обратно к тому, кто говорил за пятерку. Подхожу ему, давай, говорю, мне вот этот вот, на большими колесами. Он мне говорит, сейчас, говорит, не я везу другой. Подходит другой? Говорит, поехали. Я говорю, сколько? Он говорит, восемь. Говорит, этот же, говорил, пять. Не, говорит, пять, это он тебе УАЗик, говорил. И они мне говорят, цену тебе ниже никто не назовет. Мы, говорит, держим цену здесь, чтобы у всех была одинаковая цена. Так, короче, я не знаю, договариваются, они не договариваются. Может, я выдумал. Они говорят, не может такого быть, чтобы тебе вчера говорили за три. Понимаете? Я не понимаю, вчера был четверг, сегодня пятница. Может быть, это из-за пятницы. Может быть, то, что вчера четверг, они были более свободны, а сегодня пятница, более загружены, как-то они договариваются. Ну, для меня как-то это очень странно. Я сказал, ребята, не поеду, потому что какая-то хитрость тут. Не знаю. Может, попались такие товарищи, может, как бы, какие-то разводы. Но такая ситуация у меня. У нас тут стоп, мы заехали на кофе. Скай кофе-бар, это чуть ниже мы спустились. Поселок Архиз. Там курорт, там курорт Архиз, а это поселок Архиз. Центр, наверное. Ну, я так думаю. Такой прикольный кофе. Здесь достаточно сложно найти хороший, качественный кофе. Но здесь мне сказали, что делают класс. Беру камеры в свои руки. Ребята, маленький лайфхак. Как сушить вещи в поездке. Я знаю. Толь трассы от Зеленчугской до Архейза идет река. Здесь много таких закутков разных, где на машинах люди останавливаются, тоже там организуют какой-то кемпинг, перекусы какие-то. Здесь можно возле воды сделать фоточки прикольные. Если будете ехать, имейте тоже это в виду. Храм выполнен в виде креста и достигает 13 метров в высоту. Его видно издалека и он посвящен великому Георгию Победоносцу, которого местные также называют Уастерджи. Если вы войдете внутрь, то заметите, что многие фрески выцвели. Но от этого храм не менее величественный и внутри можно сделать потрясающие фотографии. Проход через храм сквозной и ведет к наскальной беседке. Место это достаточно популярно у фотографов на Кавказе, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется стоять в очереди, чтобы сделать красивую фотографию. Главный вопрос, который интересует туристов, почему храм расположен на такой большой высоте? Почему его возвели именно на горе? Согласно одной из версий, на горе изначально планировалось размещение монастыря. Что логично, поскольку так монастырь и его обитатели могли бы быть скрыты от посторонних глаз. К тому же, раньше считалось, что вести беседы со Всевышним проще, когда человек находится на возвышении. Так он оказывается ближе к Богу. И, собственно говоря, молитвы будут результативнее. Друзья, если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить ему лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, если хотите увидеть больше о путешествиях по Кавказу. Субтитры создавал DimaTorzok